Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в нашем сентябре «Монавтика и авиация». Меня зовут Аля, и сегодня я ваш экскурсовод по нашей экспозиции. Мы заранее предупреждаем и просим прощения от лица нашего центра. Некоторые зоны у нас закрыты по техническим причинам. У нас сегодня понедельник, это технический день, поэтому туда мы с вами попасть не сможем. Ну что ж, мы с вами находимся в легендарном, поистине легендарном месте. Этому павильону «Космос», как и самой выставке, в прошлом году исполнилось 80 лет. Это был большой юбилей, и в начале августа 1-2 часа мы будем отмечать 81 год ВДНХ. Сам павильон был построен еще в 1939 году, как часть первой всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Тогда он назывался «Механизация» и имел форму такого сквозного ангара. Не было входной части, куполы подкупольного зала тоже тогда не существовало. На двух ярусах экспонировались основные достижения Советского Союза в области сельского хозяйства. То есть здесь размещались тракторы, комбайны, различные станки. В 1954 году экспозиция павильона расширяется, пристраивается входная группа, вот эта шикарная арка, куполы подкупольный зал. Павильон получает название «Механизация и электрификация сельского хозяйства». А в 1967 году тематика павильона полностью меняется. Он приобретает название «Космос», которое носит до сих пор. И на площади промышленности, прямо перед входом в павильон, тогда же, был установлен полноразмерный макет ракеты-носителя «Восток». Вы наверняка знаете, чем известна эта ракета. Именно она вывела на орбиту в 1961 году одного из самых известных людей мира, самого первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Он находился в этой ракете вот в таком корабле. Это полноразмерный макет корабля «Восток-1». Он состоял из двух частей. Верхняя сферическая часть – это спускаемый аппарат корабля. Нижняя коническая часть – это приборно-агрегатный отсек. И что интересно, Юрий Алексеевич, когда уже приземлялся, он приземлился не в самом этом спускаемом аппарате, а на высоте 7 километров он из него катапультировал вместе со своим креслом и приземлился в поле в Саратовской области на парашютах. Сам же этот аппарат на своем парашюте приземлился отдельно от него. Дело в том, что тогда не существовала система мягкой посадки для кораблей. Она появилась гораздо позже, но об этом мы с вами еще обязательно поговорим. Сейчас бы я хотела обратить ваше внимание на верх. Прямо над нами находится макет первого искусственного спутника Земли. 4 октября 1957 года он был запущен с помощью вот такой ракеты R-7. Она называлась «Спутник». Этот аппарат назывался «БС-1», что расшифровывается как «Простейший спутник номер 1». На самом деле он был по конструкции достаточно прост. Он состоял из вот этого металлического шара, внутри которого находилось два радиопередатчика и вот этих нескольких четырех передающих антенн. Аппарат три месяца путешествовал по орбите Земли, 1440 оборотов совершил, и абсолютно любой человек в любом уголке земного шара мог тогда настроить свой радиоприемник на необходимую чистоту. И это он пищал? Да. Вы слышите сигнал, который подавался этим аппаратом прямо из космоса. Это, конечно, было эпохальное событие, по-настоящему началась космическая эра. Но, разумеется, основная цель ученых, исследователей – отправить в космос человека. Но тогда никто не знал, как будет реагировать человеческий организм на усвоение весомости, как в космосе будет осуществляться дыхание, кровообращение и все другие жизненно важные функции. Поэтому мы начали в космос отправлять животных. Это были млекопитающие животные. И сейчас мы с вами познакомимся с самым первым космическим путешественником. Мы с вами находимся возле второго искусственного спутника Земли, который был запущен буквально через месяц после самого первого. И основная цель запуска – это биологический эксперимент. На борту находилась собачка по кличке Лайка. Она была не породистая, это была обычная дворняжка. Мы отправляли в космос именно собак-дворняжек, потому что они самые стрессоустойчивые, выносливые, хорошо обучаемые собаки. Плюс Лайка была еще очень милая на вид, чтобы мы получали хорошие фотографии. И в ее капсуле, в которой она находилась, были созданы все условия для ее существования на орбите в течение 7 суток. Там была еда, вода, регенерировался воздух, поддерживалась определенная температура. Но, к сожалению, уже через 6 часов после старта температура начинает расти в этой капсуле. Аппарат перегревается на солнце. И, к сожалению, Лайка погибает к предварительному сну. А вот Белка и Стрелка, наверное, самые знаменитые собаки во всем мире, они как раз-таки совершили полноценный космический полет и благополучно вернулись на Землю, облетев нашу планету. Они отправились в аппарате, который назывался «Спутник-5». Это был прообраз корабля «Восток», очень похож по конструкции. И, по сути, полет Белки и Стрелки считается репетицией полета Гагарина. Потому что тогда мы поняли, что работать и находиться в условиях невесомости живое существо может. Полет Юрия Гагарина продлился 108 минут. Наш второй космонавт Герман Титов, который тоже отправился на этом корабле, находился в космосе впервые в истории целые сутки. Наш космонавт номер 6 – это первая женщина в космосе Валентина Терешкова. Давайте мы с вами на нее посмотрим. Было 6 запусков с кораблем в серии «Восток». Все запуски были успешные. И как раз-таки шестой, последний запуск был уже с первой женщиной-космонавтом. Здесь вы видите советские газеты, которые освещают данное событие. Валентина Терешкова отправилась в свой легендарный полет в возрасте 25 лет. И до сих пор эта миссия остается рекордом. Потому что больше в космос женщин в одиночку не отправляли. И после ее легендарной миссии стали выпускаться вот такие часики в серии «Чайка». Дело в том, что позывной Валентины Терешковой во время ее полета, да, именно «Чайка». Вот, и таким образом полет Валентины Терешковой стал последним полетом на корабле серии «Восток». А следующая уже была «Савицкая», да? Женщина на орбите. Ну, конечно, «Савицкая» не «Разница». Нет, я говорю «Савицкая», Светлана «Савицкая» была. А «Савицкая»? Да, «Савица»? Большой перерыв был. Да, достаточно. Был тогда и вот этот вот первый отряд женщин-космонавтов. Он потом был сформирован. И когда уже появились наши следующие корабли серии «Восход», даже планировался отдельный полет женского экипажа тоже с выходом в открытый космос. Сейчас мы будем об этом более подробно говорить. Я бы хотела сказать, что на смену кораблям серии «Восток» пришли новые модернизированные корабли «Восходы». Они были оборудованы шлюзом для выхода в открытый космос. И, что немаловажно, системой мягкой посадки. Потому что Валентина Терешкова точно так же, как и все остальные космонавты, которые летали до нее, она катапультировалась из вот этого спускаемого аппарата. Восход, он какого года? Вот это восход 65-го года. Это восход 2. Их всего 2 было, которые летают. В 1965 году впервые человек вышел в открытый космос. И это произошло как раз таки с помощью вот такого корабля. Восход 2. Вы видите здесь шлюзовую камеру «Буга» и двигатели мягкой посадки. Экипаж состоял из двух человек. Павла Беляева и Алексея Леонова, собственно, кто и совершил вот этот вот этот открытый космос. Ну, как разуму нашему сожалению, в прошлом году Алексей Архипович от нас ушел в возрасте 85 лет. И стоит сказать, что это был не только отличный летчик, космонавт, но и очень талантливый художник. Здесь у нас репродукция его работ-воспоминаний. Вы видите здесь выход в открытый космос. Это станд ракеты «Восход». И здесь тоже очень значимое событие для истории не только отечественной, но и мировой космонавтики. Это первый выход женщины в открытый космос. Как раз-таки Светлана Савицкая с Владимиром Кенебековым осуществили эту миссию в 1984 году. Вот этот рисунок, кстати, это оригинал. Алексей Архипович нам его подарил. Находясь на корабле, он увидел на орбите восход Солнца и его запечатлел. Но для того, чтобы осуществить такую сложнейшую миссию, впервые выпустить человека в открытое космическое пространство, необходимо было позаботиться о его безопасности. Конечно же, и были разработаны скафандры серии «Беркут». Вот так он выглядел. Их начали разрабатывать в начале 60-х годов специально для этих миссий. Что же тогда произошло? Выход человека в открытый космос был осуществлен 18 марта 1965 года. Уже на втором витке Алексей Ирионов выходит в открытый космос из шизовой камеры. К нему был прицеплен трос-пал, благодаря которому он мог отдаляться от корабля на расстояние до 5 метров. После того, как он проделал все необходимые операции, ему необходимо было вернуться, понятное дело, на корабль. Но он почувствовал, что его руки выходит из перчаток, а ноги из сапог. Его скафандр непомерно раздулся из-за разницы в давлении. И для того, чтобы зайти в этот шлюз, в который он не мог протиснуться с первого раза, ему пришлось сбросить давление в скафандре, тем самым уменьшив размер скафандра. Но у него осталось очень мало кислорода. У него оставалось очень мало времени. И времени кислорода. И заходить в этот шлюз ему пришлось не ногами вперед, а головой. Он требовала инструкция головой вперед. И в этом шлюзе, который был по диаметру всего в один метр, ему необходимо было сделать переворот для того, чтобы закрыть люк и загерметизировать эту часть корабля. Но на этом трудности полета на самом деле не закончились. Когда экипаж возвращался на Землю, автоматическая система мягкой посадки не сработала, хотя должна была. И космонавту Павлу Беляеву пришлось вручную мягко сажать корабль на Землю. Это тоже было осуществлено впервые. И поэтому данный полет 1965 года до сих пор остается одним из самых сложных и самых опасных за всю историю пилотируемой космонавтики. Здесь у нас находится настоящее чудо советской инженерной мысли. Это первая орбитальная станция военного назначения. Называется она «Алмаз». Основная цель станции разведывательная, то есть шпионаж. Мне на борту вот эти белые огромные панели. Это радиолоката. Внутри станция могла в себя вместить экипажем двух человек. И там находилась самая совершенная на тот момент и самая огромная, наверное, камера «Агат-1». И изображения поверхности Земли, которые получала данная станция, они передавались либо телекоммуникационным путем с помощью антенн или с помощью радиолокатора, или путем сбрасывания на Землю специальной капсулы, в которой находилась эта пленка. При этом данная капсула была оборудована взрывным устройством. Ну, не трудно догадаться, зачем. Если эта капсула попадала на неприятельскую территорию, а в моменте капсула попадала на неприятельскую территорию, то она ликвидировалась, да? С помощью муличка, да. Она тут же взрывалась вместе со всем содержимым, чтобы никакие данные не попали в руки к неприятелю. А в каком году станция была запущена? Первая была запущена в 1971 году. Да, в 1971 год. Угу. Это станция «Алмаз». Ну, и, соответственно, чтобы такие станции обслуживать, чтобы туда доставлять оборудование, тот же самый экипаж, нам нужны были специальные корабли, потому что началась уже эра тогда орбитальных полетов, и первые корабли к этой станции назывались ТКС, то есть транспортный корабль снабжения. То есть в этот момент появились первые транспортные корабли? Ну, так транспортные корабли появились, на самом деле, раньше. Мы будем чуть позже говорить про Союзы, и именно те, которые отправлялись к этой станции, к «Алмазу», это были ТКС. Вот они. Угу. Но с экипажем данный корабль так ни разу и не отправлялся. То есть автоматическая, автоматическая станция без экипажа? Она работала, да, и без экипажа могла работать, и с экипажем. Угу. Потому что они были разведывательные, а потом на базе вот этих станций стали делать уже станции гражданского назначения, и это вот «Салюты». А здесь вы видите корабли серии «Союз». Вот уже «Союзы» отправлялись как раз-таки к «Алмазу» с экипажем, и к станциям «Салют» гражданского назначения. Ну, вы видите, что корабль уже усложнён. Он состоит из трёх частей. Вот это приборный агрегатный отсек. Здесь находится спускаемый аппарат корабля, и вот этот бытовой отсек. Вот эта круглая часть. Там космонавты во время своих экспедиций могут отдохнуть, выполнить свои бытовые нужды. А в этих спускаемых аппаратах космонавты находятся во время старта, то есть когда отправляются, и во время посадки. И в 1969 году впервые состоялась стыковка двух таких кораблей «Союз-3» и «Союз-4». И можно считать как раз-таки вот этот год, наверное, рождением орбитальных станций, потому что состыкованные корабли «Союз-3» и «Союз-4» Их даже называли первой экспериментальной орбитальной станцией. И у нас в нашем центре есть настоящий спускаемый аппарат корабля. Вот он прямо перед вами, спускаемый аппарат космического корабля «Союз-10М». В 2014 году в этом спускаемом аппарате на Землю вернулся экипаж с Международной космической станцией, которая состоялась в трех человек. Двух наших космонавтов Сергея Рязанского и Олега Котова и одного американского астронавта Майкла Хопкинса. Эти космонавты участвовали, этот экипаж участвовал в очень интересном мероприятии, которое было тоже произведено, ну, осуществлено впервые. Передача олимпийского факела. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Вы как раз сейчас видите, как Олег Котов передал олимпийский факел Федру Николаевичу Юрчихину, который вы видели, и это президент нашего центра. И потом, Рязанским и Котовом, этот факел был вынесен даже в открытый космос. Именно этим факелом потом зажигали олимпийский огонь, когда происходила у нас Олимпиада в Сочи. Вот это тоже очень интересное видео, обратите на него внимание. Это посадка вот этого экипажа, о котором я вам сейчас рассказывала. Вот вы видите этот аппарат на экране. В реалии. Он здесь, кстати, вас. Это их оттуда достают, как я понимаю, да? Да, дайте внимание, что космонавтам помогает целая команда спасателей. Они сами... Им не разрешено совершать какие-либо действия после приземления, и сами они не выбираются. Дело в том, что при длительном пребывании в условиях невесомости мышцы атрофируются, уменьшаются в объеме, и у них, когда они уже возвращаются на землю, у них нет мышечного каркаса. То есть требуется восстановление, другими словами, да? Разумеется. Вот их сейчас всех вытащат, сфотографируют их, а потом отправят на обязательную медицинскую реабилитацию, которая длится до полугода. За это время они как раз-таки полностью устанавливаются, полностью устанавливают работу опорно-двигательного аппарата. Сам за всю историю вышел только Гагарин. Так я понимаю. Остальных всех вынимали. Немного, да. А вот это он и есть. Вот он на экране и вот это, да? Корабль корабля, да? Корабль, да, да. Вот этот спускаемый аппарат, это он и есть. Это Матин Копкинс. Да, это тот же самый. То есть корабль вот так обгорает, когда... Это не корабль. Корабль весь... Ну, понятно, он гораздо... Это именно спускаемый аппарат. Спускаемый аппарат, да. Он обгорает, потому что... Просто видно обгорание, поэтому и спрашиваю. Да, конечно. Обратите внимание, он еще такой нестандартный очень форма. Ну, отличается от востока, восходов тех же самых. Видите, в форме колокола сам аппарат, фары. Это сделано для того, чтобы... Это очень оптимизирует аэродинамические свойства данного аппарата. Когда он попадает в плотные слои атмосферы, он не по прямой траектории летит, он начинает планировать. Он сам постепенно снижает скорость, но все равно она достаточно высокая. Поэтому он в плотных слоях атмосферы просто начинает тереться. От нее образуется плазма. Ну, да, он весь охвачен огнем какое-то время. Очень хорошо видно, да. Да. Обшивка обгорает. Ну, понятное дело, что с космонавтом, который находится внутри, ничего не происходит. Так как мы с вами затронули тему уже орбитальных полетов, да, поговорили, упомянули МКС, я предлагаю вам познакомиться с прародительницей Международной космической станции, орбитальным комплексом МИР. Мы с вами находимся возле полноразмерного макета орбитального комплекса МИР. То есть один в один выполнен, да? Да, по размерам, да, но это макет не в полной сборке. Обратите внимание, здесь не хватает модулей. Строительная станция началась в 1986 году, когда на орбиту был выведен вот этот базовый блок станции. Потом, если гены, одни за другим, ему стаковались все остальные модули. Здесь вы видите модули КВАН, КВАН-2, модуль Кристалл, научная лаборатория. Было еще два модуля, то спектр и природа. Они стаковались в эти же планки, сверху этих методов конверстора. Но пока станция существовала, все эти модули постоянно пересековывались. За 15 лет существования станции МИР стала по-настоящему международной. На ней побывали космонавты, астронавты из 12 стран. ГУС-104 космонавтов работала в этом комплексе. И наш российский космонавт, советский российский Валерий Политин, даже совершил рекорд. Вот длительность нахождения... Вот я только хотел с трасси, да. Да, он там провел 438 суток непрерывно. То есть это больше года получается, да? Да, это больше года, 3 месяца. Данный рекорд до сих пор никем не побит. Ну, потому что мы уже выяснили, да, очень опасно оставаться на службе. Сейчас эти дети, которые отправляются, они обычно не больше полугода их не составляют. Данная станция внесла огромный, просто колоссальный вклад в развитие науки. Потому что там было произведено огромное количество экспериментов, которые дали нам огромный объем информации о состоянии человека в условиях невесомости, о том, какие физиологические и химические процессы происходят в его организме, что происходит с растениями, с животными. Туда отправлялись семена, прорастали разные культуры, выращивались животные туда отправлялись, и птицы, и перитоны там даже были. С птицами, с перепелятами вышла вообще интересная история. Когда они начали расти, то космонавты столкнулись с большой проблемой, потому что они не могли есть. Дело в том, что для птиц, как оказалось, очень важно понимание и ориентация, где верх, где нес. Когда они были в невесомости, они просто хаотично вот так вот вращались, и поэтому они не могли есть. Они могут есть только там, где у них ночи. Они ориентируются, что они стоят... И как решали эту проблему? Никак, к сожалению, птички не выжили. Вот так. То, что их невозможно было кормить, с этим возникло. Значит, в итоге станция просуществовала около... Станция просуществовала в 15 лет. А, 15 лет? Да. В 2001 году было принято решение станцию закрыть, ну, как бы с ней попрощаться, ее утилизировать. Мы отправляем корабль в прогресс, большой ротовой корабль, который стыкуется со станцией и уводит ее с орбиты. Как бы тащат ее к Земле, при этом большая часть орбитального комплекса сгорела в атмосфере. В плотных слоях? Да. В плотных слоях. А то, что не осталось, то около 20% было затоплено... По-моему, в районе Чехого океана, да? Да, там есть южная часть Терева океана, там есть специальное место, называется «Кладбища космических кораблей», где по сей день лежат останки этой станции и других крупных станций или модулей, которые полностью не сгорели в атмосфере Земли. И я вам предлагаю сейчас пройти, посмотреть на эту страну. Вот здесь, кстати, обратите внимание, маркет станции «Салют». Это станция второго, орбитальная станция из второго поколения до долговременной орбитальной станции. И ее особенность в том, что у нее было уже два стаковочных режима для корабля «Союз» и для «Прогресса». Вот вы здесь видите, как раз-таки «Прогресс» летит к «Салюту», чтобы доставить туда все необходимое. «Корабли «Прогресс» — это грузовые корабли. Для них мы людей не отправляем, людей мы отправляем только в «Салютах», а в «Прогрессах» мы отправляем все полезные нагрузки. Как это происходит? «Корабль летит, стыкуется со станцией, вся полезная нагрузка перемещается на станцию, а со станцией на «Корабль» загружается мусор, обходы, все ненужные вещи». «Все лишнее на станцию?» «Да, там что одежда не стирается, она просто ускоризируется». «И потом она стыковывается от станции и летит к земле». «В атмосфере земли он полностью сгорает вместе со всем «Собержимом». Такие корабли в серии «Прогресс» мы используем сейчас для доставки полезной нагрузки на Международную космическую станцию. Вот буквально недавно, несколько дней назад, «Прогресс» успешно состыковался с МКС. Мы наблюдали эту стыковку и статк корабля. Ну, согласитесь, это не очень экономически выгодно каждый раз строить корабль, чтобы он просто-напросто сгорел, да? Поэтому в свое время американцы придумали уникальную систему, которая называлась «Спейс Шаттл». Это многоразовые корабли, которые можно использовать по нескольку раз. Постоянцы отправляются, выполняют свою миссию и возвращаются обратно. Так, до 50-ти раз один корабль можно использовать в Советском Союзе. Тоже была сделана аналогичная система. Высывается она «Энадия Буран». Вот, обратите внимание, вот он мальчик. А, вот такой. Большая. Это, конечно, самый мощный, конечно, двигатель. Ну, сейчас они как-то происходят. А, это те самые двигатели, без которых они пока не могут, да? Да, 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 это они. Но Буран слетал без космонавтов, да, насколько я помню? Да, сейчас мы пару слов вам расскажем, потому что это очень важная миссия. 15 ноября 1988 года весь этот ракетно-космический комплекс стартовал с Земли. И ракетоплан совершил два витка вокруг нашей планеты и потом отвернулся обратно самостоятельно, точно на посадочный курс аэродрома «Юбилейный», который был построен специально для этой миссии, недалеко от Байконура. В чем особенность данного полета, и не только данного полета, но и в чем отличие от американских шаттлов? Дело в том, что свой первый и последний полет Буран совершил в абсолютно автоматическом режиме. Внутри никого не было, но американские инженеры-экорструкторы, они отправляли свои шаттлы с многоместным экшипажем. Как бы, к сожалению, у них были жертвы, да, то есть один их корабль взорвался на старт, с другой на припосадке. После чего они и свернули эту программу, да? Да, свернули эту программу, и потом они уже отправлялись на нашу Союзу. И долгое время мы рассказывали всем о том, как вот не только мы, но и американские астронавты отправляются на Союзах. Ну, вот буквально пару месяцев назад американская частная компания запустила свой корабль с астронавтом, которые спрятались с Международной космической станцией. То есть перерыв с салонтированными полетами на ИС-кораблях... Закончился. Да. А вот этот стоит рядом с вами. Это макет? Да, это макет. Ну, это как бы такая технологическая тоже копия. Еще их было несколько один, находится сейчас в Германии. Это да, верно, да. Оригинал в 2002 году был разрушен, он долгое время находился на Байконуре, в Тангаре, но этот ангар на него обвалился и уничтожил саморакетопланы части, какие-то энергии, которые уже там находились. А вот то, что находится сейчас рядом с нами, недалеко от Москвы, это та копия, которая долгое время жила в парке Горького. И была чуть ли не рестораном, если не ошибаюсь, да? Ну, да, такую развлекательную площадку он выполнял, и потом его перевозили сюда. Да, тут тоже очень такая смешная история, перевозили его ночью по реке, понятное дело, по Москве, реке, и по Тахиле, а потом, когда нужно было уже выгрузить его на сушу, получилось так, что была задета машина. Ну, произошло ДТП, вызвали, значит, ГАИшников. Нужно это как-то оформлять. И в итоге, пока им заявили, сообщили, что космический корабль столкнулся с автомобильником. Мы, конечно, ничего не поняли, но потом, когда приехали, уже разобрались, какой космический корабль столкнулся с автомобилем. Вот, это что касается наших многоразовых систем, но, как вы понимаете, да, это был первый кассовый полет, и больше таких миссий у нас не осуществляли. А есть какое-то объяснение, почему от энергии отказывались? Ну, во-первых, это было очень-очень дорого. Дорого, да? Да, это, наверное, основная причина, почему мы отрывались. Хотя разработки были, то есть идеи были, да, вот тот же самый Макс. Тоже наноцелевая авиационно-космическая система. Для таких кораблей подразумевался воздушный старт. То есть старт самолета для Бурана была построена в Риевсуа, которая перевозила его на выставку, даже на Францию. Я вам сейчас покажу. О, какой красавец. Да, но здесь не Буран, здесь вот этот Максик как раз. То есть это макет, как бы эта система выглядела, да, то есть он должен был стартовать с самолета. Но, к сожалению, это тоже не это реализовано.